Олег, уже щелкнули, уже начали, уже пошла 29-я минута Я увидел в Сан-Франциско и скопировал идею ресторана суши, который ездит Но Аркадия Новикова в Питере эта идея не пошла, и даже в Москве, не говоря про мои У тебя пошел в комплексе он был тоже Я эту идею с первым шагом привезу У меня пошла, почему? Не, ну понимаешь, когда суши ты ложишь, вот они катаются, люди едят, там потом дикий нужен В итоге она у нас круто работала, что мы первые сделали Ну в этом, в комплексе, где напротив держатся Да, да, у нас работал супер Да я не знаю, потом я все продал, а вообще все работало нормально Я понял, почему у них идет, а почему у нас не идет Во-первых, у них дешевле намного суши, а во-вторых, у них культура бизнес-ланч Они приходят, а там уже она выветривается Нужно, чтобы вот такой поток У них вот так приходят, Сан-Франциско, эти лодки, они не успевают ставить А у нас она, блядь, плавает уже, сука, там сгнила, блядь, давно Голодно А вот это, приветствуется ненормативная лексика Пожалуйста А здесь есть охрана, нет? А можем вывели Да чего? Вывели, да, человек Так, все Давай, начинаем Ну что, начинаем? Здравствуйте Как вы уже поняли, сегодня в гостях у нас московский ресторатор Который создал несколько десятков заведений И, наверное, самый известный московский, а, значит, и российский ресторатор Аркадий Новиков Аркадий, добрый день По-моему, несколько сотен, и у меня сразу вопрос Добрый день Добрый день, извини Что такое? Московский вот он сказал Почему только московский? Не, не только московский, я еще на чуть-чуть питерский У меня в Питере Ну там Маленькая долька в ресторане В итальянском Да, с гинзой Ну это все равно как-то Мне кажется, ты уже перерос в Москву И все это теперь делать Ты должен быть планетарного масштаба Я-то я хочу, я мечтаю быть самым крутым ресторатором во всем мире Если я сейчас сидел, а бы вы сказали, говорили Перед нами или там к нам пришел самый известный мировой ресторатор Или вселенный ресторатор Аркадий Новиков, какие-то человечки такие бегают Ты смеешься, ты очень славный человек Я очень Ты смеешься? Мы когда с собой летели, недавно случайно встретились в самолете в Лондон Не случайно мы с тобой Не случайно Да, я специально узнал, когда ты идешь, куда летишь Мы с тобой три часа сидели, и я тебе это сказал Я считаю, что с точки зрения оборотов, ну уж чистой прибыли точно Ты номер один ресторатор в мире, но это очевидно Но это по формальному признаку, а по реальному это не происходит И я тебе тогда сказал, тебе пора действительно уже бренд свой двигать Тем более, сколько у нас русских эмигрантов И Париж, и Лондон смелее Нью-Йорк Но ты сам это знаешь, вот расскажи, что ты в этом направлении делаешь Я знаю, что ты делаешь Вот расскажи У тебя разведка работает Ну у меня же везде живут люди Я, честно говоря, никому пока не рассказывал Это первое вообще интервью, кому я сейчас расскажу Бизнес-секреты с Олегом Тиньковым Да, бизнес-секреты Давай секреты Короче, я взял в аренду все-таки помещение и делаю ресторан в Лондоне Пытаюсь делать Посмотрим Делаю и пытаюсь В общем-то, разные вещи В общем, начал делать Будет два ресторана, большое помещение, два ресторана и бар Надеюсь, что у меня получится Пока, как я это представляю По-моему, потрясающе получается Но это в моем представлении Русского там ресторатора Российского Посмотрим, насколько это воспримет публика местная Потому что я, в общем-то, делаю для местных У меня Я как бы пытаюсь понять, как они думают Постараюсь это сделать Но, тем не менее, все равно у меня ментальность моя Но я постараюсь сделать вкусно, хорошо, уютно, красиво Свободно Постараюсь Постараюсь понравиться Для них, если там 50 тысяч богатых живет От наших уже, которые тебя знают А мне очень важно Они все равно придут Для наших я могу и здесь сделать Так они все равно-то все припрутся Неважно, пусть припрутся Мне важно, я хочу сделать для всех Мне очень важно Олег же сказал, что я тщеславный Мне очень важно, чтобы Я хочу понравиться и тем Мне очень хочется, чтобы сказали Вот Новиков Знаешь, как это про Рабиновича Да? Ну, смотри, что там про него много Анекдот, когда Рабинович напел Не-не-нет Когда род солдат Собирает, разбирает автоматы Да, значит И все там, у кого получается Там, у кого не очень А Рабинович собрал, разобрал Собрал, забрал Ну и генерал идет, значит И говорит, там, фамилия Иванов Вот Иванов, хороший солдат Сидоров Вот Сидоров, молодец Хороший солдат А солдат Рабинович Рабинович плохой солдат Но старается Я стараюсь Мне тоже хочется Да, мне хочется, чтобы Мне хочется, чтобы Мне хочется, чтобы Сказали, вот какой там Хороший ресторатор Новиков А еврейский ресторан, кстати, есть? У меня? Да У меня нет А не замахнуться ли тебе тогда? На еврейский ресторан На хороший еврейский ресторан В Лондоне На Париж Или на Ушиталию Вот где реально Мы поделили Поделили В Париже Де Лос Я в Лондоне А зачем идти на самый конкурентный рынок? Вот Лондон Это, на мой взгляд Там все уже вот так Капиталы столкнулись Во-первых, там рестораны Там ресторанов мало, кстати Нет, там ресторанов достаточное количество Ресторанов огромное количество Но, тем не менее, большой рынок Рестораны все забиты всегда Но плюс я туда часто езжу Потому что у меня дети учатся там Потому что я там часто бываю Why not? А сколько, когда вот идет Точка вот эта Невозвратная Когда нужно закрывать ресторан? Через сколько? После этого? Да Уже нет сил платить Каждый месяц Зарплаты Из своего кармана Когда воруют Когда Вот тогда уже все Ну скажи мне такой вопрос Есть такая бытует Я сейчас тебе буду про легенды Такой любимый секрет Что Аркадий ездит с ресторана в ресторан Он там просто про наличку забирает Постоянно Ну, он кассирует Свою прибыль забирает Вот это правда или нет? Если это правда То какая-то сумма к вечеру собирается Да, посчитаем 50 ресторанов В каждый ресторан Надо заехать вечером Забрать обналичку Или наличку Как она там называется? Наличку, да Наличка, обналичка Блин, нереально Нереально Чемодо этот Багажник Физически нереально Да, физически нереально Думаю, что даже Да, надо так тоже Выходить будет Тогда логичный вопрос Какой оборот Всех твоих ресторанов Месяц? Поскольку не только в Москве Соответственно, в Москве Не знаю Сейчас посчитаю Хочешь, посчитаю? Давай Давай, посчитаем Приятно считать чужие деньги всегда Миллионов 10-15, наверное, есть Долларов? Да И чистая прибыль из них какова? По-разному Ну, в среднем По-разному Ну, если по году Девятому считать По-разному К сожалению Про тебя тоже всякие легенды ходят Чего говорят? Ну, в основном Большие кит-сумы называют Я им не верю Ты знаешь, ты же был ресторатором Был, был У меня 10 ресторанов было Слушай, послушай Ты ясно, что ты от них Просто перекрестился Когда продал Да На самом деле Говорят больше, чем есть На самом деле Но факт остается фактом Есть покупка виллы За 70, что ли Миллионов по прессе В Италии Злые языки Нет, виллы я купил реально Хотя не люблю об этом говорить Но сумму Також везде написали Что там А сумму тоже Набрали уже, конечно Ну, меньше, чем ты сказал Но это не дешево было А для чего я все Не жалеешь? А, ты продал Я счастлив Я подумал просто А что лучше Соседный стол, кстати Бизнес, который все время Который тебе все время Геморрой там Или еще что-то Или Возможность Красивые картинки Я, кстати, был на этой вилле Тем более я продал часть Все-таки всего Я продал часть Поэтому я не ушел из бизнеса Я даже остался партнером В тех компаниях Которые продал А что совсем продалось? Я продал Суши-весла Продал Ёлки-палки Продали мы Эдиар Продали Фашон Продали Глобус Гурме Ну, все Все, что Сетевое Не моя эта история Тем более я Просто фактически Не управлял Это Я не могу Это не моя Мне нравится создавать Что-то делать Ходить там Дрючить кого-то Но Праймстар Ваш еще? Остался еще Это вообще сетевая история Очень технологичная Сетевая Да Я обедаю Промесарить Я на это удивит Но я обедаю Я заходил Позавчера Вчера я там был Смотрел Вроде так Ничего симпатичного Конечно, мы все-таки Не До этого была Кофе Хаус Там вообще не сравнить У вас очереди стоят Прайм Вот это в моем бизнесе Ничего, ничего Работает Капуста не приносит А так ничего Я исправно Там покупаю Всякие вещи У нас очередь Может как раз Кто-то их едет Там с этим С наличкой И забирает Ворует Если Узнаешь Воруете Я на вас Тинькова Нет, ну ресторанство И воровство Это конечно что-то Я когда продал Уже Ну почти продал Там часть маленькая Оставалась Я узнал Целовал этих людей Мне как давай писать Ну там воровали Оказалось вообще все А кто тебя Проверил Потом что воровали Эти люди Там короче Нам по-разному Ну по-разному пошло Там потянули ниточки И оттуда И оттуда Понятно что и директор Сам там Ну короче Воровали все И при этом все Смотрели мне в лицо И при этом Как будто бы друзья Я с ними ездил На виллу В Ямайку Отдыхать Ну то есть Это нереальные люди Страшное дело Нереальные люди Страшное дело Это культура наша такая Ну Аркадий Если имеет 50 бизнесов 50 проектов То уже наверное Должна быть технология Чтобы не допускать Выроства Или это невозможно А как это Это невозможно Слушай Там вся тема У меня нет Централизованный бизнес Каждый ресторан Он самостоятельный И везде Я специально это делаю Специально Потому что мне хочется Чтобы у каждого ресторана Было свое лицо Знаешь что у меня Я пытаюсь смотреть Но тяжело Знаешь что последнее убило Это я вообще Я тут всем рассказываю Как сделать бизнес Как меня облапошили Оказывается в моем ресторане Тиньков Было 10 человек Вообще левых приписано Ну можешь себе представить Я это не мог Даже себе предположить Но как ты проверишь Численный состав 200 человек Ну и 200 А их оказалось реально 180 20 просто выдавали Зарплаты на левых людей То есть что так люди Не придумают То есть такой цинизм бывает А я вроде все знаю Бизнесмен Тут учу даже Вот сижу Просто вот так Элементарно 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 Ватсон 10 левых паспортов Спросите вот Как у меня Все нормально Ненормально Я уверен Что наверняка Что тогда не так Не может быть К сожалению Хотя может лет 7 назад Говорил Нет у меня наверное Все хорошо А сейчас К сожалению Но это плохо Это ужасно Кстати в Росту Как оно обнаруживается И вообще Если небольшой ресторан Какой может дать совет В этом смысле Небольшому ресторану Которому смотрят Если бы я знал Я бы давно Позже нашел бы Оно может везде быть Оно понять Могут своровать Как угодно Конечно Как угодно Там я не знаю Вариантов миллион Ну просто Вы можете не найти никогда То есть Это только Я не знаю Кто это Это какая-то Глобальная проверка Может Ну у меня для этого Ты просто Если вообще пить Что ты скажешь Что ты скажешь Надо быть умным Надо иметь деньги Надо желательно знать профессию Если умный То не обязательно знать профессию Умным и красивым Да как я Красивым Тогда вообще можно Не знать профессии Ничего не делать Тогда Как Аркадий Точнее Красивым Как я Или как умным Как я Умным и красивым Как умным и красивым Если тебе Если тебе 18 Ну или 22 Я же сказал Значит быть Надо быть умным Ты же спрашиваешь Как Что нужно сделать Я говорю Значит нужно быть Или знать профессию Как Что Что нужно сделать Для того Чтобы открыть бизнес Все Больше ничего Не надо А Найти хорошее место Ну как обычно Ты сам знаешь От этого зависит Ну почти 50% успеха А процент Вот как раз Про проценты Процент То что выживет Не выживет Каков процент В этом бизнесе От этого зависит Локейшн От этого зависит Еда Вот в данный момент Вот в этом году Вот как-то так Работает даже Несколько еда Сколько туся Движуха Он сумел привести Модную публику Пошло Сумел создать атмосферу Сознал Сумел привести Своего клиента Работает Вот сейчас Гинзы Как раз Молодцы Они ребята Они как раз Вот сейчас Они поймали конька Думаю что они Ну я не могу сказать Номер 2 Или там Номер 1 Но они молодцы Они сейчас Лидируют Они там Про них говорят Что они Вошли там На рынок А ты чувствуешь Конкуренцию Со всех сторон Я чувствую Конкуренцию Со всех сторон Даже ты Своими ресторанами Был Даже Даже ты Даже он И ты был Нашим конкурентом Все конкуренты Палатка Пока ты не продал Я общаться Вообще не хотел Руки не подал Как узнал что продал Садо Олег Привет Палатка с чем Палатка с пирожками Это конкурент Для любого ресторана У Гинзы Есть такое ощущение Что они просто Изучили твой опыт Твой путь Дали чуть ниже И вниз Да Так и есть Вот я сейчас был В балконе На выходных С женой Битком Хотя Тривиальная вещь Да Молодцы Это неправильный концепт Они сделают Делают все правильно То есть Аркадий Новиков Минус 10% Такой Ну может быть да Ты их учитель Учитель Гуру У меня там один Один партнер Он восточный такой Он меня Он пакистанец Он меня зовут Гуру Он мой гуру А как числовный человек Замахнуться На первый в России Мишелиновский ресторан Слабо? От меня Во-первых Это не зависит Разомахнуться Послушай А или каждый проект Это и есть замах Ну я не знаю Каждый проект Я думаю что Если бы Давай так Если бы мне дали Мишелиновскую звезду Конечно Мне было бы приятно Я бы как бы счастлив Гоняться за ней Сказать Или там плакать Плакать ночью В подушку О том что мне не дали Какой из существующих Тех ресторан Ты считаешь Сам ближе всего К звезде Большой Большой Я думаю что большой Уровень Как раз Хорошего ресторана Ну послушайте Вот в этом году Был рейтинг Лучших ресторанов мира Куда попали По-моему Три российских ресторана Это ресторан Пушкин Будем рекламировать Конкурентов Это ресторан Семя Фреда И ресторан Варвары Кома Там не было Даже Да Это попали Они в 100 лучших Ресторанов мира Ни одного Моего ресторана Не попало Значит Будем работать Но Конечно Попушкин Так я про себя Таскал Согласись Попушкин Вопросов нет Ну как бы Заслуженно Вопросов нет В каком смысле Ну что он попал В России Как один из лучших Хороший проект Потрясающий Давай так Семя Фреда Там уже Да и Семя Фреда Хороший проект И Семя Фреда Я сейчас был Вот недавно Был в Семя Фреда Нет Отличный Татар съел Нереальный Что-то пасту Не помню Что-то я ел Еще Все вкусно Молодцы Вышел повар Что-то предложил Сам принес тарелочку Сам тарелочку Убрал Потому что ты пришел Они поняли Кто пришел Они там все затряслись Ну не только Нет Я там еще был С гостями Которые посерьезнее Чем я Вот Поэтому он так Внимательно Рестораторов Я думаю Что серьезнее Сложно придумать И когда стол заказывал Я не сказал Что это я Я сказал Что там придут Там Я спросил Попросил торт сделать Мне сказали Торт нельзя сделать Да Ты на разбернулской Не был Придут вот такие-то люди Они говорят Хорошо Скажите Какой вам торт надо А мне Почему-то Я тебе это сказал В самолете И еще могу В онлайн эфире Сказать Я бы на то вместе Попытался Либо С Гордоном Рамзе Либо еще С мировой Какой-то В Москве Открыть Было бы круто Это вообще Небитая кара Они все сюда хотят Они все про это говорят Второй-то как его Ресторатор знаменитый Джейми Оливер Молодой И еще Кто у нас знаменитый Французский есть Алан Дюкас Алан Дюкас В Питере что-то говорят Хочет открыть Вот Небитая карта Ты и один из них Для них будет хорошо И для тебя И может быть Как раз замах на звезду Здесь Не видишь такой подход Скажи зачем Можешь объяснить зачем Ну Тщеславия Аркадий Новиков Мишелинский Первый Алан Дюкас Я задумался Я на самом деле Честно задумался Для чего мне нужна звезда Знаешь для чего Вообще Для чего нужны звезды Для увеличения оборота В книге написали Да нет Хуже Дальше Да Дальше кидайте Для прибыли Конечно Ну там вина дорогая Это Мишелинская звезда Это дополнительный Рекламный козырь Первый На самом деле Кто получит Вот эту Как бы Получит Вот эту Мишелиновскую Вот эту звезду Или там Как она называется Вилку-ложку Тот получит Дополнительный козырь Дополнительную прибыль Если это будем мы То я буду Счастлив Не мы Похвалю своего конкурента Давайте так Я сейчас уже видно Старенький стал Все задаю вопрос Вообще Для чего Почему надо открывать Один ресторан Десять или пятьдесят Вообще Вот какая цель Вот в этом Я так На самом деле Даже для себя Нашел какой-то ответ В общем-то Буквально недавно Но задаю уже Года два себя Почему надо открывать Эти рестораны Ну что мне не даст Вот этот Пятьдесят второй ресторан Или там какой-то Или шестидесятый Не даст никакого Вот Ничего дополнительного Но для чего Это надо делать Вот что Что во мне Начинает работать Почему я открываю Рестораны Вот для чего Для чего надо получать Мишелинскую звезду Что Я как бы Тщеславный Относительно Чего-то человек Ну у меня Честно говоря Этот вопрос Тоже всегда был Да Я тебя когда встретил Мне там Ты говоришь Вот я сейчас строю В Пушкиниевке На театре В Пушкинском Мы сделали Там несколько Сразу проектов Я у меня первый вопрос Про себя думаю Дай ему эти проекты Чего ему еще надо Я сам не могу понять Это где-то Чего-то у нас в голове Внутри нас Какая-то работает хрень Который нас заставляет Суетиться Тебе надо Тебе вот это заниматься Приглашать людей Тратить свое время Пошел бы сейчас Девчонками куда-то В кино смотрел бы Катался бы там Я не знаю В велосипеде своем Который с задницей болит Там я не знаю Еще чего-то И получал бы кайф А ты сидишь Вот надо тебе это Вот для чего тебе надо Чтобы смотрели Ну чего Ну чтобы смотрели Какие-то людишки Не знаю Людишки Это я так В кавычках В принципе Я считаю Миссия Какая цель Миссия Пропаганда предпринимания Миссия невыполнима С одной стороны Да Но с другой Знаешь У каждого есть Кто-то благотворительные проекты любит Кто-то Сейчас вопрос задам Кстати Кто-то политик уйдет Кто-то еще А я Политика мне не интересует Благотворительность Я там никакого не делал А вот моя благотворительность Призываю молодежь Быть предпринимателями Больше придет Для чего Чтобы мне хорошо жилось Объясняй почему Конкретно Эгоизм Что работает Да Чтобы мои трое детей Которые я отпускаю В мегамол погулять Или которые попросятся у меня Сходить в ресторан В какой-нибудь В твой Я точно знаю Что они вернутся Что им морду не начистят Потому что люди вокруг Они заняты Они работают Общество Общество социальное Охрану возьми детям Пусть сходят с охраной нормально Это вот так вы москвичи рассуждаете Слушай Судочек с тобой возьми Нормальной еды понесут А вот про политику как раз У меня был другой вопрос Зачем тебе Вот я вижу сейчас тебя на экранах Там партия России И все прочее Зачем тебе политика Вот и для меня это какой-то Извини конечно Маразм Человек который владеет Виллой за 70 миллионов И член партии Единая Россия Я это смотрю Для меня это Паноптикум какой-то Объясни мне А там должны В лаптях прийти Все в этой Единой России Ну хотя бы В костюмах серых Наверное В дешевых галстуках Почему? Ну а как? А тебе Вот можешь сказать А тебе не нравится Да что я в Единой России? Ты как к этому относишься? Мне честно говоря Не то что они не нравятся Я не вижу искренности в этом Мне кажется Это твоя какая-то Просто бизнес проект Очередной А мне хотелось Вот для меня Вот это искренне А что у нас бизнес проект Депутатов больше ходят Репродукты Не вопрос тогда Не а можно вопрос дальше А что такое бизнес проект Ну не знаю Ты как-то хочешь Хочешь я тебе партнера возьму Вот расскажи Хочешь я тебе Нет 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 Ты кажется что Это мой бизнес проект Я тебе сразу прилагаю в долю Ты же бизнесмен Ну там допустим Тебя там не знаю Там назначат главным Шеф-поваром там Кремля Или еще что-то там Это работа в социальном В социальном сообществе Которое расширяет клиентуру ресторанов Не знаю Это такая же история Люди я не понимал Это такая же история Как я тебе сказал Как с 25 рестораном Или с 50 На самом деле Я мог бы наверное без этого И прожить И фиг знает На самом деле Я наверное Я вообще стал к вам плохо относиться И к тебе И к бандерчаку И ко всем Вот когда вы пошли В единую Россию Потому что без нее Вы были лучше Пожалуйста Оператор выключите Пожалуйста Камеру Заканчиваю Я сижу с человеком Который меня попросил Говорит Приходи Я говорю тебе так Вот ты так Вожу Свожу Хаташусь И тут все Тебе стало плохо Относиться Бандерчаку Скал хуже Относиться Я не сказал Насколько процентов Скал хуже Насколько процентов На 10 Нормально 90 еще есть Нормально Да Ну если хочешь Мы это можем вырезать Больше я тебя приглашал Не хочу Не хочу Для меня важен Для меня очень интересно Твое отношение А тебе не нравится Дадите Не нравится Тебе нравится Что Наше партие Д Alex Я подискутирую Мне интересно Дайте нравится Партия наша Да я про нее вообще не думаю Или люди в партии Не, не, секундочку Да Может тебе лидер нашей партии Не нравится Нет, нет, секундочку Я по-другому Олег 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 на тебя косо посмотрел Нет, нет Послушай Я скажу по-другому Вы в любую другую партию бы пошли Да не хочу В политику В любую другую Я не против Партии Я против политики Во-первых, нет ни одной другой партии, в которую бы я хотел войти. Ни в правую, ни в левую, ни в прямую. Ну лучше вообще ни в какую, Аркаша. Зачем они тебе нужны? Зачем тебе политика-то? А мне политика не нужна. Я пытаюсь не политику, я пытаюсь... А, Бутман это еще тоже странно. Ну, нормально, таксифонит. Сейчас он этот там какой-то тоже в партии. Он, да, ген-совет. Это все выглядит очень странно. А я тоже странно выгляжу. Ну ты пока не так сильно, как Бутман, потому что он уже в каком-то там полицит-бюро вошел. Да, ген-совет, по-моему. Там на нижних уровнях все нормально. Или полевера, да. Ну вот как-то... Ну я тебе выразил свою точку зрения. Ты же состоял... Туда мне кажется, мне кажется, я могу ошибаться, идут люди, которые хотят чего-то добиться. А ты всего добился и пришел, и это выглядит странно. Это плохо. Нет, просто даже сам Владимир Кузьмин не вступил в партию, да? Потому что он считает, что это зазорно вступать в такую партию. А ему нельзя просто. Ему не зазорно. Нет, ему просто нельзя. Политически неправильно. И то, по-моему, сейчас является, по-моему, руководителем партии, нет? Да, но не членом. Ну я в этом не понимаю. Я, честно говоря, далек от политики. Просто, ну как тут я вижу, когда бизнесменов, они так вот... Или там таких активных культурных деятелей, которые идут для меня, как тут немножко... Или там гимнастов каких-то там. Ну что ты гимнаст, гимнаст, что ты там в политику? Нет, давай так, вот смотри. Я так задумываюсь, для чего мне это надо. А губернатором стать я не хочу. Депутатом стать я не хочу. У власти просить я ничего не хочу. Знаешь, я вот, если так честно, мне очень симпатичны люди. Есть много людей, которые в партии, которые действительно руководят, которых я давно знаю, и которые... Лично, ты знаешь, общаешься с ними? Да, и которые мне симпатичны. Ну, хороший ответ. Почему хороший ответ? Нет, потому что убеждает меня. Ну, я еще не пытался тебя убедить. Во-вторых, я считаю, ничего зазорного нет. В том, что я в какой-то партии состою. Самое основное, что я делаю, и что я пытаюсь делать, и какой результат от того, что я делаю. Не знаю, получится у меня что-то или нет. Не понимаю. Не уверен на 100%. Я даже не понимаю. Мне даже сложно тебе сказать. Ты просто пока пробуешь. Ты еще не знаешь, будет ли продолжать. То есть такая попытка некая. Ну, я не собираюсь. Нет, я что-то пытаюсь делать даже. Пытаюсь какую-то активность даже проявлять. Есть теория, что должна быть политическая конкуренция? Если все умные люди будут в одну партию... Сейчас, Олег, извини. На последнем мероприятии, которое было... Это как я узнал, что ты там... Да, да. Меня спросили, хочу ли я какой-то вопрос задать. Ну, я подумал, у меня была возможность разные вопросы задать. Вопрос один был у меня о поднятии престижа бизнесмена. Я решил пока не задавать, потому что Вадим Дымов об этом говорил. Я стал говорить о продуктах. Смотрите. Так немножко Дмитрий Анатольевич немножко в сторону ушел. Он так чуть-чуть отшутился. В общем, так не заострил внимания. Может быть, уже в конце был. Уже устал или нечего ему было говорить. Но давайте так. Смотрите. У тебя были рестораны. Мы с тобой рестораторы, давай считаем. Ты русский продукт какие-то использовал? Очень мало. Вообще никаких? Ну, 10-15%. Ну, вообще. Мы живем в России. Баранины у нас российской нет? Нет. Говядины нет и не было. И даже, по-моему, перспективы я пока не вижу. Рыбы у нас есть? Нет. Помидоры мы едим какие? Или совсем говняные парниковые какие-то? Или бакинские, или узбекские, которые там более-менее привозят. Фрукты у нас есть? Нет. У нас нифига нет. У нас есть только наша русская водка. И хлеб. А? Ну, хлеб. Хлеб. Хлеб, хлеб, хлеб. Это какой-то ресторан. Хлеб. Ну, может быть, хлеб, да. Чего? Квас? Чего-то. Вот что есть, чем реально мы действительно можем гордиться? Ничего. Почему об этом не говорить? Почему не пытаться? Я уже по поводу этой рыбы, так сказать, гребаной, уже говорю уже миллион раз. Ну, почему не попытаться хоть как-то, там, со всех сторон, там, с Крайним я об этом говорил, об этом говорил, там, с Путиным я об этом говорил, с Медведем я говорил, почему нет? Ну, ты веришь, что можешь что-нибудь поменять? Послушай, я не уверен. Я не уверен, но попытаться надо, ты же хочешь, говорит. Давай так, ты знаешь, что я пытался сделать проект школьного питания? Ты слышал об этом? Значит, дошли до постановления правительства. Значит, я почему пытался? Я вообще, в принципе, изначально хотел из этого сделать бизнес, я не скрывал. Я хотел сделать большой бизнес. Это офигительный проект, строительство заводов, которые бы кормили наших школьников здоровых. Я для этого объездил какие-то школы, смотрел, как там кормят, понял, как это должно функционировать. Попытался через, не будучи еще членом партии, попытался как-то это, что-то как-то притворить в жизнь. Ни фига не получилось. Я сейчас даже не задавал этот вопрос президенту, потому что, ну, потому что пока, на мой взгляд, это рано делать. Ну, даже не важно, сделаю это я, или кто-то сделает другой, или я сделаю какой-то кирпичик, вот в эту стеночку положу, и сделают это через 10 лет. Ну, почему это не делать? Ну, кто-то я, другой, ресторатор, неважно, кто я, бизнесмен, ресторатор, владелец виллы, владелец рубля, там, миллиона. Неважно, каждый из нас пытается что-то сделать доброе. Мой сын учился, я не знаю, сейчас он не учится, учился в школе. И он такой же школьник, как и все. Мы ходим в больницы, которые, я не знаю, которые у нас, ездим по тем же дорогам. Мы там, я не знаю, ну, мы все члены общества, мы такие же, как все. И дышим воздухом этим, и ходим в туалеты так же, все, как все, как все. Поэтому отличать нас по количеству денег не надо. Мы такие же. На нас работают там люди, которые, которые с нами. Если потом что-то, дай бог, получится, почему нет? И не надо осуждать ни бизнесмена, ни флейтиста, никого. Неважно, зачем идет человек в партию. Получить должность, получить деньги, я не знаю, чего угодно. Защитить себя как угодно. Лишь бы этот человек сделал доброе дело. Он должен в копилку добрых дел положить больше, чем он себе должен получить. Проблема получается в том, что у нас только в одном месте можно пытаться сделать доброе дело. В одной партии. А в нормальных странах есть несколько партий, где можно доброе дело делать. Я считаю, что если бы у нас были альтернативные партии, какие-то, которые я считал серьезные, и там были серьезные лидеры, я бы, наверное, задумывался пойти в ту партию или в другую партию. Такой альтернативы я не вижу. То есть политической конкуренции нету, к сожалению, в России. Политической конкуренции нету. Значит, нет политических конкурентов нормально. Но если все умные люди идут в одно место, откуда будет конкуренция? Послушайте, ну это уже не моя история. Нет, ответ Аркадий, я считаю, принимается. Он сказал про кирпичик, и тут я его услышал, и принимается ответ. Я надеюсь, мой ответ про мой кирпичик в данном проекте тоже принимается. Мы пытаемся эти кирпичики положить, а уж там вырастет из этого дом или нет, я не знаю. Конечно, все правильно. То, что твои зрители посмотрят эту программу... И кто-то из них откроет завтра ресторан? Да не важно, откроет он ресторан или задумается о чем-то добром, вот все самое главное. Не важно, откроет он ресторан или пивную, или банк, он должен стремиться к чему-то. Я знаю многих людей, которые стремятся, я не знаю, стать миллиардерами, построить хладокомбинат, я не знаю, гостиницу или еще что-то. Не важно. Важно, чтобы что-то человек сделал доброе или положительное. Я вам сейчас интересный случай расскажу. Когда-то, когда я был маленький, у меня там такая была, такая вот, такая как бы игра, я играл в такую игру. Начитался книжек про пионеров, про тимуровцев, наверное, фиг его знает. Я сказки любил. И, значит, я старался каждый день делать какое-то доброе дело. Я каждый день что-то делал, бабушку через дорогу перевезти, ну так, или, знаете, что-то, помочь кому-то. Я недавно, где-то, это был год два назад или три, какому-то человеку рассказывал, что вот так я вот такую игру играл. Он так сидел и говорит, нет, Аркадий, ты неправильно делал. Я говорю, почему я так удивился так? Он говорит, потому что доброе дело должно исходить не из головы, не от того, что ты придумал эту историю, а от сердца. Я так, знаете, так, он так сразу бац, опустил, и я так задумался. И мне, знаешь, прям даже так неприятно стало. И я так подумал, говорю, ну не все равно, как человек делает доброе дело. От сердца, от головы там, от ноги, от пальца, от руки, от уха, от глаза. Он делает доброе дело, он делает что-то хорошее, правильное. Ну почему, почему надо, почему надо во всем, во всем, в хорошем, где-то в хорошем искать плохое? Почему не сделать это доброе дело? Он сказал бы, а я тоже так делал, я и сейчас делаю до сих пор. Нет, надо, надо, где-то, где-то мы все, надо, всюду, вступил в партию, говнюк, значит, хочешь что-то получить. Открыл ресторан, хочешь быть лучше, чем сосед, там, продал пивную, значит, ты говнюк, потому что ты, там, обосрался, там, я не знаю, написал книгу. Значит, ты, там, еще что-то сделал. Послушайте, ну, это, 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 послушайте, если ты вступил в партию от сердца, я не только 10, 10 убираю, я 10% прибавляю, теперь я тебя уважаю на 110. Я хочу, а если ты вступил для кошелька, то я убираю 10%. Послушайте, ты, ты меня знаешь, ты меня знаешь, я не стремлюсь деньгам. То есть, мне, мне не нужны, я с удовольствием буду зарабатывать. Тогда 110. Сейчас вот я тебе дарю свою книжку, эксклюзивную, новую, подписываю. Я уже выгоняюсь, я так понимаю, мне только так понравилось, разговариваю. Я напишу, что я тебя уважаю на 110, если ты пошел по здоровому сердцу, я тебе кляну. Послушай, ну, ты можешь отличить, когда человек тебе врет или говорит правду? Ну, я тебе вот сейчас верю, я тебе сейчас верю. Но раньше, когда вот я видел, и мы же все знаем, зачем в политику идут. Все равно... Люди, многие идут во власть, чтобы заработать. Вот. Есть люди, которые идут, чтобы заработать еще больше. Ну, послушай, ну, мне сейчас, мне сложно говорить тебе, что нет, я не хочу, что я такой вот без, как называется, без серебряных, мне ничего не надо. Да нет, мне надо, только я не хочу за счет них, за счет вот... Послушайте, я занимаюсь своим делом, мне все это нравится. Я не пытаюсь стать кем-то, чтобы потом еще кого-то там шибануть на деньги или получить какие-то откаты, нет. Плюньте мне все в лицо, если я это сделаю. Я тебе верю, я гутану. Пишу про 110 процентов. Ура, я получил еще 20 процентов. Ля, ты пока расскажи. Я правильно 20 процентов? 110, на самом деле. У меня было 90. Минус 10. Значит, было 90? Да, стало, ну да, 20, да. У тебя с математикой лучше, чем нормально. Так, у нас специальная рубрика, заключительная в каждой программе есть. Нужно посмотреть в ту камеру. В ту, у вас их столько камер, в ту. Пальцем покажите. Прямо. Человека в сиреневой рубашке? Да. Так, в глаза ему посмотреть. И увидеть там молодого парня 25-30, а может быть даже 35-40 лет, который хочет чего-то добиться в этой жизни, ему нужно сказать какие-то правила или посоветовать какие-то... дать советы. Парень. Парень в сиреневой рубашке. Давай, заканчивай. Убирай. Убирай эти камеры. Иди работать. Зарабатывай деньги. Становись ресторатором. Будь как мы. Да не, ну я не знаю. Надо быть просто хорошим человеком. Ну, не знаю. Стремиться к чему-то, что-то делать. Все. Создавать семя, растить детей. Писать книжки. Открывать рестораны, магазины, программы. Не знаю. Что-то, что-то, что-то еще раз, что-то создавать. Спасибо. Написал это Аркадий, уважая на 110%. 90 плюс 20, 110. И напоминаешь, что книга суперэксклюзивная. Спасибо. До сентября и нигде не будет. На самом деле мне было интересно с вами поговорить. Мне тоже. Да, спасибо. Спасибо. Надеюсь, что мы взаимно обогатились. Обогатились. Я многое узнал. Я действительно подумал, что можно из-за сердца пойти. Касса, где у вас? Да, обогатились, да. Да. Послушай, дело не в сердце. Дело просто еще раз. Я тебе почему-то поверил. Почему не сделать? На самом деле, кстати, а почему ты не хочешь вступить в партию? Да не, ну я как-то совсем не в формате. Не правда. Не правда. На самом деле я разговаривал еще раз. Подчиняться нужно сразу, а я не люблю подчиняться. Я люблю дискутировать. Послушай, никто ничего не хочет, никому не нужно подчинения. Всем нужны молодые, наоборот. Они хотят, чтобы были молодые, современные люди, которые чего-то хотят. Не надо, в том-то и дело. Потому что лицо сейчас, старое лицо партии, оно такое черствое и старое. А им нужно, им нужно, им не нужно, чтобы были молодые люди вокруг. Посмотрите, сколько людей пришло в этих дымов. Ты его знаешь? Да, знаю. Нормальный парень? Отличный. Отличный парень. Ну, не знаю, как-то. Я как-то вот все равно. Ты подумай, подумай. Подумай. Я вот как уже приводил пример предыдущему гостю. Зимфирова спела. Ваши серые лица мне не внушают доверия. Теперь я точно знаю, кому поет певица Валерия. Послушай, давай поменяем лица. Почему нет? Давай поменяем. Ты позвал меня сотоварища, я бы пошел. Давай так. Когда там глянешь в другой раз. Давай поменяем. Мы не тоже все эти лица не нравятся. Серьезно тебе говорю, мне эти лица реально не нравятся. Камеру выключите. Послушай, мне эти лица, я иногда прихожу, и просто смотрю, и мне, честно, я просто в шоке. Просто в шоке. Ну, подслушай. Если не приду я, если не придет Бондарчук, если не придет Вадим, еще кто-то, ты не придешь. Ну, что, тогда эти лица-то останутся. Ну, поменяй тогда что-то. Существует... Они-то специалисты в этом борьбе. Они нас там запутают, и нас там потонем. Ни с кем не надо бороться. Я ни с кем не борюсь. Не хожу, никакие левые заседания. Там же была правая какая-то. Послушай, я не знаю, мне не нужно ни правая, ни левая. Я хочу... Вот, давай так, конкретно. Мне хочется, чтобы про бизнесменов говорили нормально. Вот моя пока задача. И хочу, чтобы у меня в ресторане, в моем, в моем ресторане, в котором я буду потом получать прибыль, были хорошие продукты. Послушай, почему не надо это сделать, если это принесет мне, как бизнесмену, прибыль? Конечно. Послушай, я хочу... Я не знаю, есть здесь связь или нет. Вы закончили уже снимать? В принципе, да. Почему? Изначально эта передача... Почему нет? Почему, если ты пойдешь в партию? Все бизнесмены говорили. Я шел с Брэнсоном, иду, мы шли с ним по Лондону. И все, о, Ричард, Ричард. Я смотрю, если честно, это был у меня толчком. Они его все любят и уважают. А у нас идешь, все скажут, пи***а, пошел бы, тьфу, там, да, там. Ну, там, можно сказать, там, в Радиско-Новиков, хороший ресторан. Ну, в основном-то бизнесмен, да? Так давай поменяем что-то. Давай. Ну, почему нет? Ну, ты же, в принципе, это и делаешь. Ну, пытаюсь. Ну, так чего? Ну, просто по-другому. Субтитры сделал DimaTorzok